всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно шить вот такое интересное платье из трикотажа с карманами на данном фото на мне первый образец который я шила и здесь нет нагрудной вытачки при небольшом размере груди платье смотрится довольно таки неплохо без нагрудной вытачки допустим на мне практически нет заломов в районе подмышки то есть в пройму залом не уходит но если размер груди больше двойки то уже появляется залом и было решено сделать нагрудную вытачку несмотря на то что это все-таки трикотажные платье с вытачкой смотрится гораздо лучше и вариант с вытачкой на себе я покажу в конце этого видео модель платье полуприлегающего силуэта прибавка по груди 6 сантиметров прибавка по талии 15,3 сантиметра и прибавка по бедрам 4 сантиметра по центру переда и по центру спинки есть шов на полочках подрезы в подрезы сделаны карманы и подкладка кармана идет цель накроена с деталями полочки то есть с верхней частью полочки и с нижней части полочки и вот сама выкройка выкройка моя ее можно приобрести написав мне в одну из соц сетей у данной модели два варианта обработки горловины с помощью бейки и с помощью подкройной обтачки эти линии у нас отмечены на деталях переда и на спинке у нас передняя часть полочка состоит из двух частей то есть из верхней части полочки и из нижней и идет на обе деталях цель накроеная подкладка кармана то есть мы таким образом будем соединять две детали и обрабатывать карман название деталей подписано на каждой детали и также количество деталей для кроя также подписано у нас по низу рукава будет подгибка то есть манжета никакой не будет просто идет рукав по длине и подгибка и также есть детали для обработки горловины две детали это обтачка переда и обтачка спинки и вот такая бейка как я и сказала то есть у нас может быть два варианта для обработки горловины если мы обрабатываем горловины под коренной обтачкой то пришиваем просто обтачку горловине как обычно мы это делали много раз если от бейка обрабатываем то срезаем по вот этой линии первое платье которое у меня идет без вытачек я решила шить из плотного трикотажа джерси выкраиваю все детали нижняя часть полочки две детали верхняя часть полочки также две детали спинку выкраиваем тоже две детали посмотрите в районе талии и в районе животика я чуть-чуть расширила потому что у меня небольшой животик есть чтобы именно на животе платье не обтягивала и также выкраиваем два рукава все детали уже даны с припусками на швы поэтому просто обводим детали мелом и вырезаем горловину буду я обрабатывать трикотажной бейкой из этого же джерси так как этот мой первый вариант без нагрудных вытачек поэтому этот момент я пропускаю но итоговый вариант у нас с вытачками поэтому сначала закладываем нагрудные вытачки и застрачиваем их а уже затем переходим к дальнейшему пошиву сначала будем соединять две детали полочки вместе для этого складываем детали вот таким образом совмещаем этот подрез совмещаем две подкладки кармана на обе деталях и по подкладке по мешковине закалываем булавочками вот поэтому закругленному срезу и этот срез который переходит у нас в подрез знаю правильно ли я его называю но пусть будет так детали стачивать я буду на оверлоке и когда я буду доходить до изогнутых срезов я буду стараться вот в этом месте выкладывать трикотаж в ровную прямую линию шить буду иглами для трикотажа номер 75 орган супер стрейч начинаем строчку где у нас идет прямая линия прямой средств наш подрез и затем когда подходим к карману трикотаж выкладываем в ровную прямую линию и уже аккуратненько на низкой скорости прошиваем по подкладке кармана в конце где она заканчивается подкладка кармана тоже будет создать небольшой участок выкладываем в прямую линию и вот такая у нас деталь получилась убираем булавки раскрываем смотрим все ли у нас получилось аккуратно сейчас нам нужно будет пойти или застрочить уголочек на кармане сейчас более подробно покажу о чем я говорю чтобы начало кармана на полочке вот здесь не оттопыривалась нам нужно проложить строчку на машинке у нас на детали выкройки припуски идут вот таким образом можете оттуда перенести поэтому я сейчас дорисовываю таким образом припуск и вот этот уголочек я прострочу на швейной машинке вот так теперь должен выглядеть припуск на шов и сейчас нам нужно припуск сначала хорошенько приутюжить затем мы разворачиваем нашу деталь то есть выкладываем полочку ровно сверху вниз карман направляем к низу изделия и шов нужно получается приутюжить с обеих сторон если остаются ласы на трикотаже то делаем это через проутюжить и таким же образом нам нужно подготовить вторую полочку далее две полочки складываем лицевыми сторонами друг к другу и будем скалывать центральный срез на полочках для этого обязательно вот этот шов совмещаем на обеих деталях и полностью скалываем весь срез когда я застрачивала вот это место где у меня пересекаются два шва на двух полочках я никак не могла с первого раза застрочить мне кажется я распарывала раз пять-шесть и в итоге я кое-как все-таки совместила эти швы а потом уже весь срез полностью я сначала на оверлоке и припуск на шов заутюжила на одну сторону детали спинки также складываем лицом к лицу стачиваем по среднему вот этому шву стачиваем на оверлоке припуск на шов нужно заутюжить на одну сторону далее подготовленная полочку и спинку складываем лицом к лицу совмещая детали по плечевым срезом стачиваем плечевые срезы на оверлоке припуски заутюжим на сторону переда далее в открытую пройму я буду втачивать оба рукава для этого я прикалываю окат рукава к пройме совмещая все метки посадки у рукава никакого нету сюркав у нас должен ровно лечь в пройму и после того как мы прикололи оба рукава втачиваем их на оверлоке припуски нужно заутюжить на сторону рукава далее рукав складываем пополам а перед и спинку складываем лицом к лицу и одной строчкой стачиваем срез рукава и боковой срез припуск на шов и заутюжу на сторону переда правильно сначала обрабатывать горловину сразу же после плечевых швов но я горловину оставила напоследок потому что я точно не знала как я буду обрабатывать горловину в итоге все таки я решила сделать это с помощью бейки и теперь я переношу линию с выкройки то есть вот по этой линии нам нужно лишнюю горловину срезать делать буду это аккуратно чтобы мои строчки потом не распустились то есть сильно больше горловину тянуть нельзя иначе оверлочные строчки распустится измеряю свою горловину и умножаем на 0,75 по сути это у нас коэффициент для обработки горловины бейкой из рибан или кашкорсе решила я попробовать сделать горловину из этого же джерси хотя тянется она хуже но буду пробовать стачиваю бейку в кольцо складываю бейку пополам изнанкой вовнутрь и по сгибу ее приутюживаю теперь бейку прикалываю горловине притачиваю на оверлоке равномерно ее растягивая по всей горловине припуск на шов заутюжила на сторону изделия такие бейки мы с вами уже мне кажется тысячу раз и втачивали в горловину поэтому все у вас обязательно получится ну и осталось только подогнуть низ изделия низ рукава и отстрочить на распушивальной машине вот мои строчки на распушивалке здесь иглу такие же как на оверлоке и в машинке такая же игла у меня стоит вот так выглядят кармашки мне платьишко безумно понравилось как она сидит по фигуре единственное нужно немножко приложить усилия и после праздников новогодних скинуть лишние набранные килограммы размер я выбирала по обхвату бедер ну и в принципе ориентировалась и на грудь у меня здесь получился 46 размер ростовка 170 пока что доступны и покупки выкройки с 40 по 54 размер на рост 170 если у вас будут запросы на другие размеры и другой рост пишите об этом в комментариях либо пишите мне в личное сообщение по одной из ссылок которые я оставлю в описании и я обязательно подготовлю выкройки на другие ростовки и как уже сказала размер я выбирала по обхвату груди и по обхвату бедер но талия конечно даже близко не соответствует данному размеру к сожалению поэтому здесь в районе животика мы сделали такую при бабочку побольше чтобы сильно не облегала как раз таки для тех девочек у которых есть небольшой животик как у меня они совсем идеально талия я просила сына сделать видео со спины и вот он не снял только две секунды поэтому это видео я размножила чтобы вам немножко показать как выглядит платье со спины и как раз таки за счет этой прибавки в 15 сантиметров по талии по спинке платье немножко свободно но при желании вы можете лишний объем убрать в средний шов спинки уже конечно же после того как вы соберете платье сметайте и сделайте это на примерке как и обещала хочу вам показать итоговый вариант с нагрудной вытачкой на ульяне платье 42 размером с вытачкой конечно смотрится все гораздо симпатичнее хотя мне нравилось и без вытачки на ульяне 42 размер платьица сидит просто замечательно не облегает в меру свободное и поэтому мы результатом очень довольны ну и поближе покажу вам вытачку ульяна мне отправила видео я забыла на ней совершенно снять поближе вытачку вытачка уходит в пройму как и говорила ну и на этом у меня все если вам понравилось это видео то ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые видео всем пока пока